Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу Судей Израилевых, 4 глава. 4 и 5 главы представляют нам очередного судью. Его зовут Барак. Варак в синодальном переводе. Но не только он в этот период судит Израиля, но и есть еще не один, а одна судья вместе с Вараком. Ее зовут Двора, что в переводе пчела. Девора, так в синодальном переводе. Вот Барак и Двора одновременно вместе судят Израиля. То, что Двора была судьей во время Варака, об этом мы вот и будем читать. В начале этой самой 4 главы, в 4 стихе конкретно Двора будет названа судьей, и не только судьей, но еще и пророчицей. Начинаем читать 4 главу. Когда умер Аод, Эхуд, Эхуда, который мы читали в предыдущей главе, прежний судья Израилев, правда потом там еще был Шамыгар, некий, в конце 3 главы мы видели. Так вот, когда умер Эхуд, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, то есть стали поклоняться другим богам, заниматься своим излюбленным занятием, синкретизмом, почитать Ваалов, Астарт и прочих всяких хананейских и не только хананейских богов. И предал их Господь в руки Иовина, царя хананского, который царствовал в Ассоре. Мы видим здесь, что в Ассоре, это город Хацор, в святой земле Израиля, в нем царствует большой очень город, и в нем царствует некий вот этот хананский царь Иовин. Но ведь в предыдущей книге, в книге Иисуса Новина, мы читали, что Хацор, этот самый Ассор, был взят Иисусом Новином. Мы читаем 11 глава книги Судья, 10 стих. В то же время, возвратившись после баталии, Иисус взял Ассор и царя его убил мечом. Ассор же прежде был главой всех царств сих. Речь идет о северном, крайнем севере Ханаана. Вот там главным городом был Хацор, Ассор, и этот Хацор, Ассор, был взят Иисусом Новином. Был ли он потом опять оставлен и завоеван хананеями, или просто мы здесь, в книге Судей, встречаем параллельный рассказ о происходивших тогда событиях, параллельная история, как бы не такая гладкая, не такая победоносная, как в книге Иисуса Новина. Очень проблематичная история в книге Судей. Параллельно ли она, история идет о тех же самых временах или о других, это большой вопрос для комментаторов в книге Судей. Но вот после того, как в Иисусу Новина описание захвата Ассора, в книге Судей говорится, что Ассор, оказывается, израильтянам не принадлежит, а в нем царствует ханаанский царь Иовин. Вот так. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хароше в Гоиме. Сисра его звали, точнее, да? А жил он в таком городке, который называется Харошет Гак Гоим. Гоим – это народы. Гой – народ, Гоим – народы. Харошет – мастерская народов, что ли, завод какой-то, фабрика, комбинат. Харошет Гоим – сисра. Значит, мы видим здесь, что у царя Иовина есть военачальник. И этот самый военачальник не сам царь Иовин, а начальник его, сисра, военачальник, поведет войска. Войска будет предводительствовать, будет главнокомандующим. И возопили сына Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. У Израиля железных колесниц не было. Вообще, это была эпоха поздней бронзы, и далеко не все, конец окончания эпохи поздней бронзы и начала раннего железа, и далеко не все народы, окружавшие Израиль, уже перешли к технологии железа. То есть, орудия труда и орудия войны оставались в основном бронзовыми, медными, бронзовыми, медными, вот, то есть, довольно мягкий металл. А вот железо, ну, это все равно, как сейчас, не может страна с передовой военной техникой, не может такой стране противостоять какая-нибудь страна с отсталым вооружением. Вот. У них было передовое вооружение железной колесницы, 900 железных колесниц, то есть, несколько полков железных колесниц кавалерии. И он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. Вот. Кто жестоко угнетал? Явин или сесра, военачальник? Похоже, что сесра. Читаем четвертый стих. Очень важный стих этой главы. В то время была судьею Израиля Девора, пророчица, жена Лапидифорова. Здесь нам священный писатель представляет... Это время в Араке, не будем забывать, который был судьей в Израиле. О нем мы прочитаем дальше. Представляет нам эту женщину, двору, женщину-воительницу, как пророчицу и как судью. Она двора названа Ишан-Эвия, жена пророчица. То есть, как вот Мариам, сестра Моисея, как Олдама, хульда, в более поздней истории Израиля, эпохи монархии, эпохи времени Иосии, царя. То есть, есть еще другие примеры жен-пророчиц в Священном Писании. Вот двора в их череде, череде этих женщин-пророчиц. Их несколько. Она здесь названа пророчицей. Что она пророчествовала, в чем состоит ее пророчество, частично мы узнаем из содержания следующей пятой главы, где содержится текст победного гимна, победной песни, которую воспела двора пророчица. Она также здесь названа судьей. Она здесь говорится в четвертом стихе. Шофта, это Исраиль, пророчица Израиля, или судила Израиль. Судьею была Израиля. Известен, имя ее мужа известно, его звали Лапидифор. Лапидифор. Лапидот. Эшет Лапидот. Лапидот его звали. Лапид это вообще факел. Вот, Лапидот. Странная форма. Но так звали ее мужа. Часто так, что когда женщина действующее лицо, то называется ее муж. Вот в то время она была судьей Израилевой и была пророчицей. Она судила, судила в определенном месте, пальма де воры. И под этой пальмой она судила. Приходили к ней тяжбы какие-то были у сынов Израилевых. И она судила, кто прав, кто виноват. И вот решала эти тяжбы. Была, видимо, праведной судьей. Вот пример, когда... Таких примеров несколько в Священном Писании, когда на первое место выступает женщина. И здесь даже в этой истории ворак оказывается в тени этой женщины. Даже двух женщин, двора и Яэль, Яиль. Вот они спасительницами будут Израиля. Не столько сам этот самый судья ворак. Он окажется не на высоте своего положения вождя, судьи Израиля. Она жила под пальмой Девориной. Видимо, позднее эта пальма, какая-то знаменитая пальма, получила название пальмы Девориной. Вот есть дупа в рамах, есть пальма Деворина. Иногда деревья называются именем тех действующих лиц, с которыми, с кем они были связаны. Где эта пальма Деворина? Между рамой и бейтелем. То есть в центре Святой Земли. На горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. У судьи Израиля две функции основных. Это защищать страну от внешней угрозы, от врагов, от оккупантов. Быть воителями, спасать от военной опасности, от угрозы. И вторая – это судить, решать тяжбы в народе. Какие-то имущественные чаще всего споры. Что сделала эта двора? Она, 6 стих, послала и призвала варака сына Авинуамова. Вот этот самый барак. Из Кедеса Нефалимова. Из Кедеса Нефалимова. Микедыш Нафтали. Нафтали, Нефалим – это одно из северных колен галилейских. Городок назывался Кедеш. Какой-то Куц-Аль-Куц – святой город. Позднее так арабы назовут Иерусалим. Но здесь не Иерусалим, конечно, имеется в виду, а какой-то галилейский город. Кедеш Нефтали. И сказала ему, повелевает Господь, Бог Израилев, пойди и взойди на гору Фавор. Гора Фавор, гора Табор. Не раз встречается в священном писании. Известная гора в Галилее, с которой открывается вид на Израильскую долину, на огромный простор галилейский. Вот эта самая гора Табор, Фавор, часто встречается в священном писании, в еврейской Библии, и воспевается она в одном из псалмов также. Фавор и Ермон о имени твоем возрадовастыся. Следует заметить, что в Евангелии, когда повествуется о преображении Иисуса Христа, название горы не приводится. Церковная традиция чаще всего отождествляет именно с Фавором место преображения. Но, кстати, это не единственная традиция. Например, ливанские епископы, нынешние ливанские епископы, говорят, что это Хермон гора. Не Фавор, а Хермон. И такое это мнение мы встретим, кстати, в христианских источниках некоторых. Гора Хермон, она белая, действительно, как снег, снег блистает на ней, да, а одежды стали светлыми тоже, как снег, как шелег. Шелег на Хермоне, снег на Хермоне, тоже такое выражение библейское. Вот, гора Фавор, она гораздо ниже, невысокая, в общем-то, гора Холм, вот, а гора Хермон – это самая высокая точка Святой Земли Израиля. Это почти две тысячи метров, без нескольких метров две тысячи. Вот иногда с горой Хермона отождествляют. Вот, ну, у ливанцев, может быть, могут быть свои мнения, вообще у христиан могут мнения расходиться по этому вопросу, так же, как, например, по вопросу Каны Галилейской, евангельской Каны, да, насчитывается две Каны в Галилее в самой, в Галиле, в Святой Земле, и одна Кана находится близ Тира, то есть на территории нынешнего Ливана. И есть аргументы в пользу того, что именно Ливанская Кана, в Ливанской Кане следует локализовать Кану евангельскую. Вот, ну, такое небольшое отступление. Почему мы уклонились в это отступление? Потому что здесь приводится название горы, гора Фавор. Дальше в 14 стихе оно будет повторяться. Гора Фавор. Тобор гора. И возьми с собою десять тысяч человек из сынов Нафтали, из сынов Звулуна. Нефалимова Завулонова, да, земля Нефалима, земля Завулона. У пророков и в Евангелии народ сидящий во тьме, да, видит свет великий. Вот. Это относится к другой истории, к истории исхода израильского народа из Вавилонского плена и к евангельской истории позднее. Ну, вот как-то Нафтали и Звулун, два колена Нафталимова, Нефалимова и Завулунова, как-то всегда идут в паре вместе. И вот здесь тоже соседствующее колено, Нафтали и Звулун. Из них нужно взять десять тысяч человек. Десять тысяч, ну, такое число, которое встречалось в предыдущей главе, войско Моавицкое состояло из десяти тысяч. А вот здесь двора приказывают в Араку от имени Господа, видимо, она пророчится, что Господь повелевает тебе, прямо говорит, да, взять эти десять тысяч, зайти на Фавор. А я, говорит, двора, приведу к тебе к потоку Кессону, Сесару, военачальника Явинова, поток Кишон, место действий пророка Ильи в будущем, рядом с Нагорьем, грядой Кармил, Кармель, там, где сейчас город Хайфа, вот этот самый Сесрава и начальники Авинов, и колесница его, и многолюдное войско его, и придам его в руки твои. Каким образом? Как она это сделает? Она вовсе не собирается в Араку объяснять. Задача в Араку собрать полчища, чтобы потом просто побить этих всех сесру с его войском, военачальника Явина, царя Хацорского. Задача в Араку простая, собрать народное ополчение, прийти просто, чтобы избивать этих поработителей. Но в Араку сказал ей, нет, вот если ты пойдешь со мной, пойду, а если не пойдешь со мной, не пойду. он понимает, что против железных колесниц, которых 900 штук, трудно с мечом и копьем, может быть, даже еще не с железными наконечниками, а у этих копий, а еще бронзовые, он понимает, что не одолеть ему эти колесницы. Поэтому говорит, ну ладно, если вот ты, великая пророчица, пойдешь со мной, тогда да, тогда ты укрепишь и меня, и войско, морально воодушевишь. Если не пойдешь, не пойду. Интересно, что в греческом переводе, в септуагинте, добавляются некоторые слова, которых нет в еврейском тексте. Вот что там говорится. Не пойду, потому что не знаю, в какой день ангел Господень даст мне успех. Вот что мы находим в септуагинте, в греческом переводе. В еврейском этого нет. Ну как бы дается объяснение, почему ворак не хочет идти. Ну по еврейскому тексту он просто боится. Она сказала ему, пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь сесару. Сесра. И встала двора и пошла с бараком в Кедыш. Барак созвал Завуланян, Нефалимлян, Звулуна, Нафтали, в Кедыш, Кедес, и пошли вслед за ним десять тысяч человек, и двора пошла с ним. Вот они идут. Хевер, Кениянин, отделился тогда от Кениян сынов Ховава, родственника Моисеева, и раскинул шатерство и Дубравы в Цааниме, в лес Кедеса. Вот в этой сцене появляется еще и Кениянин. Помним, что из Кениян был первый судья от Ниэль, родственник Моисеев. Значит, вот этот шатер очень важное место занимает в этом действии. Близкое Дыши происходит в Галилее. И донесли сесаре, сесре, что барак, сын Авинаамов, взошел на гору Фавор. Вот готовится тебе противостать, сесра. Давай, сесра, делай что-нибудь, предпринимай. И сесра не медлит, не мешкает, не время для того, чтобы раскачиваться. Сесра созвал все колесницы свои, ну, колесничьих, конечно, созвал, которые взошли на свои колесницы, да? 900 железных колесниц и весь народ, который у него, из Харошедгоима к потоку Кишон. То есть, достаточно большое расстояние. Харошедгоим, это на крайнем севере, а Кишон, это Галилея, почти центральная часть Галилеи, поток Кисон, Кишон. И сказала двора бараку, встань, ибо это тот день, в который Господь придаст сесру в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою. И сошел барак с горы Фавор, и за ним десять тысяч человек. Два войска, железные колесницы, у сесры, нет железных колесниц, у барака. Но двора говорит, не бойся, встань, это твой день. Тогда Господь привел в замешательство сесру, все колесницы его и все ополчение его, отмечав аракова, и сошел сесра с колесницы и побежал пеший. Поскольку с сесрой и с войском двора, то даже железные колесницы побросали враги и побежали. А барак преследует, преследует колесницы его и ополчение его до хорошет Гоима. И пало все ополчение сесарина, отмеча не осталось никого. Куда бежит сесра? К себе на малую родину, в хорошет Гоим, чтоб там укрыться. Но по пути его встречается одна из палаток, шатров, он не успевает добежать до своего хорошего Гоима. Сесара же убежал пеший в шатер и аили жены Хивера Киньянина. Вот мы о нем читали чуть выше. 11 стих. Хивер Киньянина делился тогда Киньян и поселился. В основном родственники Моисеева, вот эти его, с кем он породнился, когда жил в пустыне Мадьямской, они, в общем-то, остались все там. А вот были исключения, например, этот самый Хивер Киньянин. И вот он жил среди израильтян. Между Иовином, царем Ассорским и домом Хивера был мир. То есть, как бы на территории Израиля жил Хивер и его клан, но они, в то же время, у них был договор мирный с этим самым царем Хацорским Иовином. И вышла Иаиль навстречу Сесаре. Выходит из шатра женщина навстречу Сесаре. Сесаре бежит, скрываясь от преследующих его израильтян. Полководец Хацорский. И сказала ему, вышла навстречу Сесаре, и появляется другая женщина. Иаиль, Яэль. И говорит ему, зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Спрятала. Обычная история восточная. Спрятала его под ковром. Он залез под ковром. Много было там ковров. Дескать, никто не видит. Почему такое произошло, священный писатель объясняет. Почему такое доверие было? Ну, во-первых, ему деваться некуда, видимо, было. А во-вторых, как-то он понял, что это не вражеский шатер, не израильский, а шатер Хевера. Вышла жена вот этого самого Хевера Яэль. Наверное, она была израильтянкой, потому что имя у нее очень уж еврейское. Она была женой вот этого самого Хевера, киньянина. И укрыла его, проявляет хитрость, дает ему укрытие. А Сесара очень хочет пить. Сесара. Сказал ей 19 стих, дай мне немного воды напиться, я пить хочу. Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Это, видимо, молоко было не свежего, надоя, а оно уже было сквашенное молоко, то есть то, что называется часто халав, просто молоко, а иногда вот это в современных семитских языках называют лабан или лабны, такой кисломолочный продукт, по-турецки кефир, что-то вроде кефира или такого ряженки какой-то, но здесь молоко в тексте в синодальном, значит, современные переводы по-разному переводят, кисломолочный продукт, который может утолять жажду человека, и он начал пить из этого меха, стеклянных банок не было, люди хранили все жидкости в мехах, то есть в изделиях из кожи мех, курдюк часто использовался, какой-то кожаный сосуд, и вино хранили, и кисломолочные продукты, когда молоко уже перекисало, вот тоже хранили в этих самых мехах. Мех, ну, воду, между прочим, тоже носили, когда шли куда-то в путь, тоже мех наполняли водой, чтобы пить в пути. Вот она вместо воды ему, видимо, как-то показать, что вот хочу тебя принять, ты полководец, принять, как даже с почтением, не просто воды, а халав и молоком, и напоила его, и покрыла его. Сесара сказал ей, встань-ка вот у дверей шатра, если кто придет и спросит у тебя, и скажет, нет ли здесь кого, скажи нет. Не отвечай, что есть кто-то, скажи нет. Яиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра, взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько. Он, видимо, устал и задремал. Время прошло какое-то. Подошла к нему, в одной руке у нее кол, в другой молот, видимо, спал на боку человек. Она ему колышек так к виску приставила и молотком как вдарила женщина, да, в горячую избу войдет коня на скаку остановит. А это вот колом в висок прикололо к земле, написано. А он спал от усталости и умер. 21 стих. Замечательно. Очень драматичное событие. Детективное, драматичное. 21 стих. Посмотрим, что здесь в еврейском тексте. Ваттиках Яэль и взяла Яэль Эшет Хевер жена Хевера Эт Етад Етад это кол, колышек. Часто этот термин используется при описании построения скиний. Там столько-то должно быть вот этих вот колышек, к которым привязывались вот эти вот покровы внешне. Етад Етад Гаогель Огель Шатер Палатка вот тоже прибивается колышками. Натягиваются веревки, прибываются колышками, между ними материя натягивается. Ваттасэм Этга Макэвет Бэяда Макэвет Молоток, молот какой-то. Есть еще другие названия для молотков, но вот здесь вот Макэвет Бывает еще название вылетело из головы, есть еще другое название для молотка, но здесь вот Макэвет. Вспомним потом о маковейские братья Маккаби. Они вот как раз на русский перевести их прозвище, получится фамилия Молотов. Маккаби, вот тоже от этого же слова Макэвет, молоток. Вот она взяла в руку свою и прибила его, пригвоздила его, что ли, можно так сказать, приколола в синодальном переводе его к земле. Пока он спал, смерть наступила, видимо, мгновенно. Хороший, наверное, был такой колышек, что она, ну и женщина, видимо, была мускулистая. И вот ворак гонится за Сесарою. Как он успел так уснуть, видимо, очень сильно устал этот самый сесра. Вот за ним гонится барак. Яэль вышла навстречу ему и сказала ему, войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь. Вот она из шатера все время выходит и зовет к себе в шатер. Позвала вот этого самого сесру, прикончила его, а теперь зовет хорошего человека, барака. Покажу тебе человека, которого ты ищешь. То есть он не только гнался, он еще искал его, видимо, много было шатров, вот он к ней теперь зашел. Он вошел к ней, и вот сесра лежит мертвый, и кол виске его. Вот так заканчивается эта удивительная история, история, в которой вроде бы действует барак, как судья Израиля, как вождь, как предводитель народного ополчения. на самом-то деле победа достается рукой женщины, потому что победа, когда? Когда убит верховный главнокомандующий, тогда победа. В данном случае сесра еще не убит, поэтому победы окончательной нет. Ну, слава и честь достается женщине. Вот это Яэль, жена Хивера, она побеждает этого врага. Эта история потом повторится в неканонической книге Иудивь, Юдит, Иудейка, когда та Олаферна уничтожит, победит. Но там другим способом голову ему отрежет, усыпив. Рукой женщины женщине достается слава и вообще можно сказать вся честь вот этой победы над хананейским полчищем и над его предводителем сесрой. Дальше эпилог этой главы. И смирил Бог в тот день Явина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Явином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Явина, царя Ханаанского. Когда-то мы читали в книге Иисуса Новина, что Иисус Новин, взял Хацор, а вот здесь действие происходит в эпоху Судей, и опять царь Хацорский, здесь названо его имя Явин, и опять израильтяне одолевают его. Но, в отличие от книги Иисуса Новина, появляются здесь как действующие лица женщины Двора и Яэль. Происходит это во времена Бараака. Барака. Судья Барак вместе с ним судит, то есть предводительствует Израилем по сути двора. Такой дум-верат судейский. Барак и двора. А еще есть замечательная женщина Яэль, рукой которой умешляется верховный военачальник Сисра. Вот такая яркая, очень интересная история, которая послужила потом сюжетом для многих картин, многих художников. Вся эта история с дворой, с Яэлью, с Сисрой. И в псалмах упоминается эта самая история, связанная с Сисрой. Вот так, друзья, заканчивается четвертая глава книги Судей. В пятой главе Девора воспоет песнь. Вместе с Вараком они воспоют песнь и прославят Бога за дарованную победу. Воспоют боевую военную песню. К пятой главе мы обратимся в следующий раз. Запись сделана на библейском портале Экзегет.